Металлоискатель FISHER F2 Сейчас мы познакомимся с вами с конструкцией металлоискателя FISHER F2. Металлоискатель FISHER F2 собран на S-образном конструктиве штанг. Вся конструкция состоит из трех секций. Нижние штанги, которые изготовлены из пластика. Средние и верхние штанги, которые изготовлены из легкого алюминия и покрашены в приятный золотистый цвет. На верхней штанге металлоискателя FISHER F2 расположен подлокотник с удобно проклеенной пенкой внутри. Он очень удобен, рука в нем не шатается, плотно обхватывает их плечи. Очень комфортный в поиске. Подлокотник снабжен специальными прорезями для крепления лямки, но лямка в комплекте не идет. Если она вам понадобится, то вы можете ее приобретать опционально. Хотя, в принципе, она здесь не нужна. Подлокотник достаточно комфортен. На верхней штанге расположена ручка, за которой вы держите прибор. Он тоже очень мягкий, удобный и выполнен таким образом, что все функциональные настройки металлоискателя находятся в удобном доступе для большого пальца правой руки. Хотя, можно этим металлоискателем пользоваться и тем людям, которые привыкли искать левой рукой. Держать металлоискатель левой рукой. На верхней же штанге расположен сам блок управления. Он достаточно большой, но он легкий. И вообще, весь металлоискатель очень легкий. Поэтому его можно использовать как детям, так и дамам, допустим. Ну и, естественно, взрослым мужчинам. То есть, он покажется мужчинам вообще пушинкой, можно сказать. На блоке управления я обращу ваше внимание на следующие элементы. Это штекер крепления провода катушки. Это штекер выхода на наушники 1,4 размер. И это внешний динамик, прорези которого расположены по обе стороны от самой верхней штанги. Средняя штанга металлоискателя обращает на себя внимание большим количеством регулировочных отверстий. То есть, с их помощью вы можете регулировать размер металлоискателя по своему усмотрению, исходя из поисковой задачи, которая перед вами стоит на данном этапе. Либо исходя из роста и комплекции самого поисковика. Средняя штанга оборудована цанговыми зажимами с обоих сторон. Которые служат для того, чтобы фиксировать сочленение металлоискателя и не давать в процессе поиска этим сочленениям совершать какие-либо лишние движения относительно друг друга. Все очень удобно. Удобство еще состоит в том, что отверстие верхней штанги выполнено таким образом, что вы можете ее любым концом поворачивать. Не запутайтесь. В любом положении металлоискатель собирается привычным образом. Пластиковая штанга нижнего металлоискателя может нести на себе как стандартную катушку, идущую в комплекте, так и любую другую катушку, которая подходит к этому металлоискателю, меньшего или большего размера. Несмотря на то, что штанга пластиковая, она очень прочная и выдержит абсолютно любые разумные нагрузки. Катушка металлоискателя типа паутинка. Это монокатушка, выполненная по монолитной технологии, то есть в принципе дополнительной защиты для этой катушки не требуется. Но те поисковики, которые хотят ее дополнительно защитить, могут всегда в магазине металлоискателя приобрести себе дополнительную защиту пластиковую на эту катушку, чтобы совсем не переживать за нее. На самом деле, в принципе, можно этого и не делать. Две батареи типа крона этого металлоискателя спрятались в батарейном отсеке, расположенном на задней части блока управления. Я не буду его открывать. Там все понятно и все очень удобно сделано. Вот такова конструкция металлоискателя. Ну и я еще обращу в конце этой части ваше внимание на то, что в данный момент у меня металлоискатель собран в таком размере, который в принципе подойдет для использования этого металлоискателя ребенком. Я думаю, что возраст ребенка, который может искать с этим металлоискателем, начинается где-то от 6-7 лет. Он вполне подойдет, он понятен, прост. И любой взрослый, настроив этот металлоискатель, может смело его отдать ребенку, который продолжит поиск старинных артефактов. И я думаю, что он будет достаточно успешным. Продолжение следует...